Уличные беспорядки в Одессе. Активисты разгромили стройку, которую начали возле памятника архитектуры, так называемого дома с одной стеной. Удалось ли полиции повлиять на ситуацию, знает Андрей Анастасов. Дом с одной стеной в двух шагах от памятника Дюку. Он построен таким образом, что под определенным углом создается визуальный эффект, будто здание плоское. Этот оптический обман любят наблюдать туристы. Достопримечательность входит практически во все экскурсионные программы. Говорят, что в Амстердаме очень много таких домов. Но то у Амстердама это Одесса. И тем не менее, все-таки некоторые люди не ценят и начинают застраивать эту великолепную стену. Вот так эта часть переулка выглядела десятилетиями. Но несколько лет назад соседнее строение выкупили и начали реконструкцию. Одесситы возмутились. Из-за строительства исчезнет эффект дома стены. Застройщики тогда ответили, мнение горожан учли и проект переделали. Он предполагает полностью углубление вовнутрь двора, таким образом, чтобы с видовой точки абсолютно не терялся визуальный эффект дома стены, чтобы он сохранился. Правда, активистов это не убедило. Сегодня сюда пришли представители сразу нескольких организаций с ломами и кувалдами. Общественники считают, стройка ведется незаконно. А местные чиновники все это покрывают. У нас вкладывается впечатление, что они либо проявляют преступную какую-то халатность, или они абсолютно цинично берут деньги. Активисты поодиночке прорываются на стройку, начинают рушить конструкцию. Другие штурмуют ворота, прорывая полицейский кордон. И так несколько раз. Правоохранителям даже пришлось применить слезоточивый газ. В итоге обошлось безрукопашно. И двое активистов, и один полицейский получили незначительные травмы. Которое полиции приняло решение не вдаваться до радикальных жестких действий, потому что это могло бы привести до согласования, до великой количества посторожителей. А вот самой стройке досталась часть второго этажа. Протестующие практически полностью разобрали. Полиция открыла уголовное производство по статьям хулиганства и уничтожения чужого имущества. А стороны конфликта, как ожидается, на днях все же сядут за стол переговоров. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесса.